Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Делаем последний рывок в ходе очередного забега на дистанцию в 5 полноценных торговых сессий. Можно уже сказать, что эта неделя оказалась гораздо интереснее с точки зрения макроэкономических отчетов, но, к сожалению, не такой интересный, который хотелось бы нам наблюдать, поскольку мы не дождались той силы американской валюты, на которую делали ставку, не дождались ослабления рисковых инструментов, на что также надеялись. Ну, по отношению некоторых активов это уже точно. Хочу воспользоваться ситуацией, поблагодарить всех тех, кто вчера присутствовал на нашем семинаре, на конференции в городе Москве. Большое вам спасибо, очень приятно было познакомиться и поговорить лично. Со многими из вас надеяться, что информация, которую вы получили вчера, будет вам полезна и пригодится в контексте, опять же, тех решений, которые вы будете принимать дальше. Инвестиционных, поскольку в конечном счете именно ваша прибыльная торговля является самым лучшим свидетельством того, что вы получаете качественную информацию. Но теперь давайте переходить к оценке прошлой торговой сессии. Снова мы начинаем с бренда. И, к сожалению, снова нам приходится констатировать тот факт, что бренд упорно продолжает карабкаться вверх. Сейчас уже мы видим то, что актив торгуется выше сопротивления 51, 51.10 актуальной котировки, закрытие прошлой торговой сессии 50.90. Надеялись мы на то, что медведи, которые все-таки обязаны руководствоваться фундаментом, должны были встретить бренд в районе 50 долларов за баррель. И, соответственно, оказать сопротивление и притопить позиции бренда. Но эти надежды пока не оправдались. Бренд лихо преодолел этот уровень и, судя по всему, не собирается останавливаться. Мы наблюдаем седьмую сессию подряд роста. Даже если посмотреть по дневкам, точно такой же тренд. Свечки практически зеркальные. Идентичный прирост в стемостном эквиваленте явно есть какой-то заряд бодрости. И непонятно, куда этот заряд бодрости может отправить этот актив в перспективе ближайшего времени. Но мы, разумеется, будем за этим следить и оценивать тот фундамент, который этому либо способствует, либо, может быть, ложно способствует. Хочу также отметить, что вчера по бренду мы добрались практически до двухмесячного максимума. И есть, конечно же, вероятность того, что это ралли не будет завершено на текущих значениях. Хотя есть и тот фундамент, на который мы сейчас сделаем ставку, в надежде оправдать возможность технического отхода, который будет еще подтвержден и соответствующим фундаментом. Причины роста, конечно же, прежние, для кого-то уже излюбленные, это спекуляции на тему того, что предстоящая встреча, которая состоится в Алжире в конце сентября, может стать судьбоносной для Brent и WTI, в принципе, для всего рынка углеводородов. Поскольку тогда стороны могут согласовать единую солидарную позицию по ограничению добычи. Мы с вами уже разобрали эту тему вдоль и поперек, в целом я не буду повторяться. Несмотря на присутствующие спекуляции, я думаю, что вы понимаете и прекрасно догадываетесь, что, скорее всего, никаких решений озвучено не будет. В качестве дополнительных факторов поддержки стоит отметить, опять же, резонанс от прошлой статистики по снижению запасов нефти в США. Ну и, конечно же, слабеющий доллар, который традиционно подстегивает интерес к тем активам, чья стоимость номинирована как раз в американской валюте. Что касается сегодняшней торговой сессии. Если мы посмотрим на азиатские торги, в частности, для нас в последнее время бенчмарку поведения доллара, то есть мы судим по силе и текущих позициях американца то, что может произойти с нефтью. Если доллар является также одним из определяющих факторов для динамики нефти. Сегодня мы видим то, что американская валюта старается отбить утраченные ранее пункты у своего оппонента, защитного, японской валюты. И если эта восходящая динамика будет продолжена на европейской сессии, и уже под закрытие пятницы доллар покажет еще более серьезный рост, тогда у нас появится уже сейчас, можно сказать, появилась первая предпосылка того, что пятничная торговая сессия может стать разгрузочной. Не забывайте также про классический традиционный эффект пятницы, особенно важный в плане того, что на него стоит обратить внимание тогда, когда в рамках недели мы наблюдали полноценное ралли. Я думаю, что спорить никто не будет с тем, что мы сейчас наблюдаем действительно самое настоящее бычье ралли. И оно продолжается уже вот две недели подряд. И привело к росту актива уже на 20%. И то ли еще будет. Логично перед выходными зафиксировать результат ранее открытых длинных сделок, тем более, что если просто скинуть мозгами и понять, что на самом деле фундаментальных предпосылок для этого не было. Не было какого-то серьезного фундамента, который позволил вот раз и навсегда, по крайней мере, в перспективе среднесрочной даже развернуться по бренду и поставить на тестирование более высоких ценовых значений. Его не было. Поэтому опасение того, что в любой момент может начаться уже обратная динамика и обратная ралли, может стать причиной как раз закрытия позиций под конец сегодняшней торговой сессии. И закрытие ордеров вас провоцирует как раз обратное движение. Ну, это может быть и техника, но это может быть и абсолютно нормальное и логичное поведение трейдеров, которые находятся в длинных сделках. И плюс ко всему у нас сегодня замыкать неделю. В плане новостного фона будет отчет от Бекер Хаджес по количеству нефтяных платформ. На текущий момент их 396. Я думаю, что в понедельник, когда мы с вами вернемся на рынки и оценим по нефти как раз этот релиз, мы сможем говорить о цифре свыше 400 уже, поскольку предпосылки для роста не просто есть, они сохраняются. Я думаю, что спустя неделю прирост еще будет более существенным. И вы знаете то, что увеличение количества платформ очень неплохо сейчас сказывается на объемах производства нефти США, поэтому мы поставили даже на то, что объемы выработки не просто не будут сокращаться, они до конца этого года смогут вернуться на отметку 8,7, даже может быть чуть и больше, миллионов баррелей в сутки, которые идут со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому по нефти нам сегодня остается как раз сделать ставку на возможность технического отката, на возможность увидеть очередной прирост количества платформ от Бейкер Хаджес, ну и просто логичное обратное движение, которое должно быть даже в момент, и уж тем более по факту тестирования 50 долларов за баррель, которое является очень важным психологическим рубежом для стоимости нефти. Поэтому надеюсь, что на выходные мы сможем уйти более-менее с нормальным настроением, о хорошем, конечно же, сейчас пока говорить не приходится, учитывая то, что нефть показала такую чудовищную бычью динамику. Но то, что коррекция в рамках сегодняшней торговой сессии, это может быть первым признаком и сигналом того, что на следующей неделе мы будем говорить с вами об абсолютно другом движении, и в идеале бы, конечно же, развитие понижательного тренда, но это будет уже на следующей неделе. Российская валюта, актуальные котировки 63-62, в целом ситуация не меняется, поэтому я предлагаю сейчас на рубле не останавливаться. Факторы поддержки в целом ставятся эффект налогового периода в России и динамика нефти. Но если вы следите непосредственно за рублем и ориентируетесь на прогнозы, отчеты, аналитику, которые касаются этого актива, вы знаете то, что большинство сейчас экспертов сходится во мнении, что дальнейшая революбация рубля, то есть укрепление в оппозиции против основных конкурентов, маловероятна. И основная причина – это специфика и текущая конъюнтура, в том числе и с показателями достаточности российского бюджета. То есть минимальные значения мы как раз сейчас и наблюдаем. Если вы не воспользовались ранее моей рекомендацией, когда рубль котировался на таких же значениях, даже еще чуть ниже, и не встали в длинную позицию, у вас есть возможность это сделать сейчас. Я думаю, что даже практически не сомневаюсь, что таких, наверное, единиц, а может быть и вовсе нет. Уверен в том, что вы уже находитесь в длинных сделках и давно покупаете рубль, опять же, в расчете на абсолютно оправданную девальвацию, которая будет иметь место быть после снижения цен на нефть. Евро против доллара. Сейчас торгуются на отметке 1.1334. В целом мы видим то, что сегодня с азиатской торговой сессии уже рисковые инструменты сдают позиции, доллар укрепляется. И, как я уже отметил, если такая тенденция будет продолжена и дальше, тогда мы сможем не плохо закрыть сегодняшнюю сессию и неделю. Хотя рост, опять же, последних дней вряд ли будет компенсирован тем снижением, на которое мы рассчитываем сегодня. Если вернуться к европейской валюте и разобрать досконально вчерашнюю торговую сессию. Прежде всего, мы следили за отчетом по индексу потребительских цен. В годовом выражении индекс вырос до 0,2% со прошлого прироста 0,1%. Однако в месячном серьезно просел. Не просто уход на отрицательную территорию, а очень слабая цифра. Минус 0,6% прошлого роста, который был софиксирован, по-моему, также на отметке 0,2% только уже со знаком плюс. То есть наше с вами предположение о том, что снижение цен на нет в прошлом месяце должно было привести к сокращению и этого индикатора к снижению инфляционных ожиданий были оправданы. Но трейдеры этот отчет проигнорировали, поскольку понимают, что вот в следующем месяце, опять же, если отталкиваться от динамики нефти, будет отчет уже совершенно другой. Может быть, даже равносильный прирост и снова уход показателя выше нуля. Поэтому все стали обсуждать годовое значение, которое находится выше нуля, пусть и недалеко от него, но это лучше, чем в прошлом месяце. И это, конечно же, проявление позитива. Также хочу отметить еще и комментарии Питера Проэта, это главный экономист Европейского Центрального Банка. Он вчера говорил о Брэкзите и влиянии на еврозону, отметив то, что эти самые последствия и сам факт его влияния сдержаны. То есть никаких системных рисков в связи с этим спроцировано пока не было. Коткосрочно эти комментарии оказали положительное влияние на евро, но пока давайте особо на них не циклиться, а просто имейте в виду. Ну и, конечно же, я думаю, что те, кто ознакомился с новостной сводкой уже сегодняшней торговой сессии, уверен, что вы обратили внимание на новость о том, что Нидерланды начинают активно готовиться к собственному Брэкзю, то есть к возможности провести референдум и покинуть состав Европейского Союза. Это только сейчас в порядке обсуждений, это еще не окончательное решение, не факт, что это случится. Но политический риск, вы должны понимать, он есть, он назревает, и этот риск связан с тем, что все-таки за Англией по принципу цепной реакции могут последовать и другие экономики, которые изъявляют желание продолжить собственное развитие уже в автономном ключе. Риск для европейской валюты долгосрочный, пока он, конечно же, не реализовывается в текущую динамику, но мы знаем, чем чревато это, в принципе, для курса национального валютного актива. Ну и, конечно же, если объяснить возможности коррекции для евро в рамках сегодняшнего дня, я, как уже отметил, предлагаю сделать ставку на все-таки основной катализатор движения евро в последние дни. Это поведение доллара. Если сегодня американец против иены закрепится недалеко от отметки 101 иена против доллара, уверен, тогда мы сможем констатировать тестирование поддержки 1.13. Но развитие дальнейшего повышательного ралли, несмотря на то, что оно сейчас крайне вероятно, с возможностью ухода пары евро-доллар в район 1.14-1.15, я не хочу оговорить об этом, поскольку это будет противоречить, опять же, моему подходу долгосрочному, связанному с ослаблением нефти. Это может вас запутать. А в целом, как я и рекомендовал, я надеюсь, что воспользуете рекомендацией, вы покинули расположение пары евро-доллара и ждете, пока этот дуэт валютных активов снова не снизится в район 1.11, где мы будем пытаться найти дополнительные уровни, наиболее привлекательные для возможности распродаж с уходом пары евро-доллара еще ниже. Фунт против американца. Актуальные инфектировки 1.3142. Фунт вчера получил поддержку отроничных продаж, 1.4 в месячном выражении, 5.9 в годовом. Серьезный, конечно же, плюсовой такой позитивный момент с точки зрения статистики. И снова, вопреки ожиданиям, статистика не подвела. Какой вывод можно сделать? То, что неопределенность Брекзита пока никак не сказалась на потребительской активности. Это действительно так. Но я советую вам быть терпимыми, толерантными к этим отчетам, поскольку очень рано еще делать объективные выводы. Вот если у нас будет тренд из статистики как минимум в квартал, и мы поймем то, что по прошествии 23 июня экономика в течение целого квартала явно доказывала то, что стабильно противостоит всем потенциальным рискам, тогда мы с вами посмотрим на фунт с другой стороны, в позитивном ключе. Но пока этого делать не хочется. Я думаю, что это даже не совсем правильно будет, если мы поступим иначе. Ждем следующие отчеты, следующую статистику. Не забываем про то, что у нас на повестке заседание Банк Англии, который уже отличился в ходе прошлого заседания, своей проактивной позицией. То же самое может последовать и сейчас. Смотрим также еще за статистикой по ОВП, которая, в принципе, уже будет совсем скоро. Посмотрим на экономическое восстановление уже и на то, как на этот показатель повлиял сам факт выхода из состава Европейского Союза. Я все-таки советую настраиваться на то, что статистика будет уже со знаком минуса и будет совпадать с тем прогнозом, пессимизмом, который мы с вами лоббировали, отстаивали уже после факта проведенного референдума. Поэтому по фунту я никак не могу сейчас согласиться с тем, что этот актив будет дальше расти. Поэтому рассматриваю с большей долей вероятности возможность возвращения в район 1.30. Это как минимум. То есть тестирование этой поддержки. Доллар иена. Вчера отчеты, заявки на пособие по безработице, цифры хорошие. Вчера 262 тысячи против прошлого 265. По идее, хорошая статистика, которая указывает на то, что рынок труда восстанавливается. Но этот отчет не стал тем самым стимулом для покупок американцев. Как только это стало известно, в игру снова вступил всем известный Дадли, который в очередной раз засыпал национальную экономику комплиментами, отметив улучшение условий на рынке труда, в принципе, восстановление всего сектора, говорил о темпах экономического роста, считая то, что во втором квартале предварительная оценка была крайне низка, и уже окончательные цифры с пересмотром могут стать для этого отчета более лучшими. Он рассчитывает на возвращение показателя выше 2%. Третий квартал, по его мнению, будет закрыт также с очевидным и существенным приростом. Вот эти комментарии снова оказали локальную поддержку доллару, но, может быть, даже мы и сейчас уже наблюдаем резонансы и последствия подобных формулировок. Сегодня я хочу еще рассказать вам про оппонента доллара, на который мы в последнее время не обращали особого внимания, но сейчас по мере регулярного тестирования и неоднократной поддержки в 100 иен за доллар на рынке снова возвращаются разговоры о том, когда же будут проведены интервенции. Может быть, это сейчас не фактические действия, не физические изменения баланса Национального центрального банка через проведение операций вот этого интервентного вмешательства. Ну вот, в частности, вчера замминистра финансов Исакава позволил себе сделать вербальные, словесные интервенции, отметив то, что на текущий момент банк Ипони продолжает следить за ситуацией, которая складывается на национальном валютном рынке, и делает это с особым чувством озабоченности. То есть, если курс будет демонстрировать и дальше какие-то экстремумы, я думаю, что подразумевался уход все-таки ниже 100, тогда, может быть, Банк Японии вмешается в ситуацию. Но мое субъективное мнение все-таки предполагает, что, скорее всего, интервенции со стороны Банка Японии мы не увидим, потому что Банк Японии очень сильно опасается казначейства Соединенных Штатов Америки, которые в последнее время стали проводить очень детальный, доскональный контроль за недовросовестными практиками со стороны отдельных регуляторов по изменению обменного курса национальных валют. И, в частности, контроль идет за основными показателями экономики, ну, то есть, Японию уже давно в фокусе внимания под поле зрения казначейства, поскольку она соответствует как минимум сейчас двум критериям. То есть, это положительная сальда, профицит торговли, который превышает Соединенных Штатов Америки 20 миллиардов долларов. Сальда счета текущих операций не превышает, точнее, превышает 3% ВВП. И вот единственный момент, который пока что не позволяет Соединенным Штатам Америки уже четко обвинить японское монетарное правительство в том, что они развязывают революционные войны, так это отсутствие косвалютных интервенций. Но стоит только Банку Японии провести подобное действие, а хотя бы на 10 триллионов йен, тогда США уже плотную возьмется. Япония, и я думаю, что это будет иметь какой-то негативный оттенок для будущих темпов экономического восстановления, поскольку еще неизвестно, какие карательные меры будут использованы. В любом случае, от активных интервенций я все-таки посоветовал бы сейчас воздержаться в плане ожиданий, но вот словесных, на мой взгляд, также будет достаточно, чтобы ослабить укрепление японской валюты и дать хоть какую-то возможность вдохнуть доллару о полной груди и показать более-менее достаточную восходящую динамику. Нам нужно сейчас закрепление выше 101 йены за доллар. И вы знаете, я для тех, кто хочет рискнуть, могу порекомендовать вам поставить как раз на возможность сегодняшнего роста и ухода пары выше 101 йены. Я думаю, что оснований предпоследок этого сейчас имеются. Также хотел отметить австралийца против доллара. Сейчас все продолжают обсуждать последние данные и отчеты по рынку труда и очень интересные параллели, поскольку, если мы детально разберем подробно все компоненты, которые вышли по австралийскому рынку труда в ходе вчерашних отчетов, мы поймем то, что отчеты очень сильно расходятся друг с другом. Какой-то парадокс просто. И вот мне понравилась позиция, которая касается того, что данные хорошие, очень хорошие, как вы помните, по отчету, они, в принципе, не имели оснований быть такими. И на самом деле, почему мы увидели хорошую статистику, это как раз следствие тех действий, которые предпринимались и перед выборами, которые прошли в начале июля, как вы знаете. То есть, это нарисованная статистика. И вот, если эти предположения верны, уже ровно спустя месяц, когда мы будем анализировать ситуацию за август, мы поймем, что рынок труда не прогрессирует, а ухудшение продолжается, тенденция спада сохраняется. И, возможно, мы увидим статистику, которая будет в сопоставимых цифрах только уже со знаком минус, снижение. Я считаю, что эти ожидания оправданы. Поэтому снова говорю вам о том, что текущее значение по паре австралиец против доллара являются как раз экстремумными с точки зрения реализации бычьей динамики. Австралиец должен стоить ниже. И пора его активно продавать. Сейчас он торгуется на отметке 0.7641. И по канадскому доллару сейчас у нас котировки 1.28. Сегодня у нас индекс потребительских цен и роничные продажи по канаде. Конечно же, статистика очень важная. И если бы мы наблюдали другую тенденцию на рынке энергоресурсов, я бы сказал, что именно от этой статистики нужно и отталкиваться, принимая решения по торговле канадской валюты. Сейчас эту статистику мы с вами обязательно проанализируем. В ходе следующего брифинга в понедельник подведем итоги. Но определяющими для канадцев все-таки будет ситуация, которая разворачивается на рынке углеводородов. От сегодняшних отчетов по роничным продажам и прежде всего от индекса потребительских цен я жду плохой статистики. И надеюсь на то, что индекс потребительских цен продолжит снижаться. Если это произойдет, то тогда нам останется только дождаться слабости нефти, чтобы снова замахнуться на возвращение пары USDCAT выше отметки 1.30. И тестирование нашего заветного сопротивления, которое мы уже неоднократно касались, но не можем пока его преодолеть. Это 1.32. Собственно на этом все. Давайте теперь, что касается важных отчетов. Сегодня в 15.30, как я сказал, роничные продажи индекс потребительских цен по Канаде. И в 20.00 Бейкер Хаджес. Отчет по количеству нефтяных платформ в США. Кодовое слово на сегодня. Откат. Величина бонуса 17%. И действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник. Мне остается только пожелать вам хорошего завершения недели, попутного тренда, прибыльных сделок и терпения. Особенно если среди вас есть долгосочные трейдеры, которые так же, как и я, ждут реализации многих инвестиционных идей. Ну и конечно же впереди выходные. Советую их провести очень хорошо, чтобы собраться силами. И уже в понедельник снова ринуться в бой вместе со мной, оценивая ту фундаментальную картину, которая у нас будет иметь место быть. Поэтому на этом все. Всего доброго. До свидания.